Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Это проект «Смотри Хабаровск» в студии Евгения Довлатова, Иван Печников. И в ближайшие полчаса мы поговорим об интеллектуальном волонтерстве и узнаем, зачем профессионалы из разных сфер, от рядовых специалистов до топ-менеджеров, бесплатно работают в социальных проектах. И к нам присоединилась руководитель по работе с НКО, платформой социальных изменений «Туду Гуд», Мария Акулича. Мария, рада вас приветствовать в нашей студии, в нашем городе. Да, Мария, здравствуйте. Но прежде чем говорить об интеллектуальном волонтерстве, что, безусловно, интересно, это правда интересно, давайте обсудим все-таки гражданский форум. Потому как вы приехали сюда делиться опытом, делиться своими знаниями. С кем? С нашими общественниками. Вы выступали на площадке, которая называлась «Университет НКО». Чему учили? Конкретно я учила корпоративную фандрайзингу. Так, вот это слово сразу давайте расшифровывать. Учила взаимодействие с бизнесом. Как некоммерческим организациям понимать потребности бизнеса, как выстраивать с ними диалог и, собственно говоря, получать взаимовыгодные партнерства и сотрудничества. И привлекать средства, конечно. Но это главное, наверное. Основная цель – это привлекать средства. Мария, ну, любой преподаватель, любой лектор, ментор, да, когда взаимодействует, спикер, когда взаимодействует с аудиторией, он видит глаза, он их чувствует, да, аудитория. Скажите, на сколько заряжены наши представители некоммерческих организаций? Вы знаете, участников было достаточно много, и особенно меня порадовало, что было много участников, таких вот совсем молодых, наверное, да, людям было невероятно интересно узнать. С одной стороны, мне кажется, эта информация, может быть, местами была не очень понятной и сложной, потому что они только начинают свой путь, но это был невероятный опыт, на самом деле. Они были, мне горели, правда, глаза, и очень-очень хотелось… Мы задавали много вопросов, и таких непростых вопросов, наверное, да, как… Я привыкла уже работать с такими, наверное, более опытными организациями, а здесь вот это вот, наверное, даже ощущение какого-то кайфа и драйва того, что это только их начало пути, и у них ещё очень много всего впереди. Ну, давайте вот так конкретнее, чтобы было нам понятно, было понятно нашим зрителям, которые имеют отношение к некоммерческим организациям, чему конкретно научили? Или так вот, давайте пойдём от того, чего не умеют наши представители НКО? Поскольку большая часть участников – это были совсем молодые, либо уже существующие организации молодые, либо, наоборот, такие активные жители и граждане, которые только хотят открыть организацию. Поэтому сразу переходить к вопросам обсуждения взаимодействия с бизнесом – это, наверное, было немножко преждевременно для них. Здесь больше требовались навыки социального проектирования, разработки проекта, понимания, что такое цели организации, задачи проекта, какие инструментами может организация пользоваться, бюджетирование, команда. Поэтому про бизнес это немножко казалось для них чем-то таким далёким, наверное, и не совсем понятным. Но где-то в будущем. Где-то в будущем, да. Я точно знаю, что та информация, которую мы давали, я старалась дать азы разработки вот этой вот стратегии и понимания работы с бизнесом. Но всё время возвращалась назад и понимала, что нужно говорить немножко проще. От истоков, в общем, да? От истоков, да. Сходить из истоков, правильно. Наверняка вы приводили какие-то кейсы, какие-то примеры. В основном из своей практики, конечно, мы работали, работали с достаточно большим количеством организаций, их уже больше ста, и поэтому мы накопили, правда, большой опыт. И, на самом деле, как, наверное, таких лидеров некоммерческого сектора и благотворительного сектора в том числе, так и со всем молодых проектов, которые к нам приходили на этапе своего становления, мы вместе с ними проходили вот этот путь до каких-то достаточно больших уже серьёзных результатов в организации. Поэтому старалась рассказывать конкретно на примерах, как это выглядит, немножко была теория, а потом, ребят, вот после теории, как это происходит на практике, и вот чего добивается организация, вот к чему они стремятся. Ну, Коля, уж вы заговорили уже о вашей организации непосредственно. Нужно объяснить, разъяснить, рассказать, чем вы занимаетесь, потому что многим, ну, правда, непонятно, это такой сектор, где-то он очень далеко. Вот есть два пути решения кадровых проблем. Вот, например, молодая НКОшка, представьте, о которой я вас слушала, им нужен юрист. Где её взять? Либо самому научиться, либо привлечь со стороны, заплатить деньги, либо бесплатно. Вот как раз ваша платформа, Туду Гуд, она какой вариант предлагает? Расскажите. Мы занимаемся пробона-услугами, это... Ещё одно слово новое, давайте. Пробона, это именно и есть, на самом деле, интеллектуальное волонтёрство, оно появилось в юридической сфере, и в основном там на Западе, да, и только приходят в Россию. В России не так много платформ, которые занимаются интеллектуальным волонтёрством, мы одни из них. То есть пробона, это безвозмездно? Безвозмездное, да, оказание помощи, используя свои знания и навыки на благо организации или человека. Можно помогать просто вот безвозмездно, без бартера, да, без вот этой финансовой основы, просто помочь, потому что ты обладаешь этими знаниями и этим опытом. Мы больше фокусируемся на проектном формате. Что это значит? Мы формируем команды от трёх до пяти человек из интеллектуальных волонтёров, это люди из бизнеса, с опытом работы от трёх до пяти лет уже, то есть это такие уже достаточно уверенные специалисты, которые вместе с организацией решают их задачи. Задачи могут быть совершенно разные. У нас, с одной стороны, есть такой, наверное, скорее набор запросов, с которыми организация приходит чаще всего, и они, конечно, связаны с привлечением финансирования, но и много задач, когда это просто, например, создание организационной структуры организации, бюджет, написание грантовой заявки или работа с их донорами, с их жертвователями, да, понимание, вот тут маркетинговые планы, иногда это СММ планы, диджитал планы. То есть в основном это все те экспертизы, те компетенции, которых не хватает в некоммерческом секторе, в силу того, что организации, это 90% организаций в России, они очень малочисленные, от одного до трёх человек, которые решают такой спектр задач, и всё время в режиме пожара. И у них иногда просто даже времени не хватает на то, чтобы в чём-то разобраться, сделать качественную аналитику. Ну даже не только времени, а знания элементарные. Ну это же не плохо, это нормально. Конечно, знания. Иногда кажется, что информации очень много, она очень доступна в интернете, ты можешь вроде найти всё, что угодно, но если ты не знаешь на самом деле, куда копать, это сделать сложно и разобраться сложно. Поэтому наши ребята, с которыми мы работаем и приходят к нам в платформу, они помогают НКО разобраться, разработать для них такой новый путь развития. Они берут на себя эти функции, да? Да, конечно. Я бы сказала, что они не только берут на себя, они ещё и учат сотрудника организации, они учат вот этому пути. И это очень важно, потому что классический консалтинг, да, он делается немножко в отрыве, да, то есть ты приходит заказчик со своей задачей, команда профессионалов, стратегических консультантов её прорабатывает, потом приносит решение. В НКО секторе так не очень работает, потому что если это в отрыве от организации, то им сложно потом понять, откуда взялись эти рекомендации, на основании чего они были сделаны. А иногда эти рекомендации требуют очень больших изменений, реальных изменений в НКО. Поэтому мы подключаем одного сотрудника от НКО в команду волонтёров, и они проходят вместе путь. Это значит, что у сотрудника организации точно так же есть те задачи, которые он решает внутри. Это может быть, не знаю, какое-то провести исследование, изучить материалы, вместе с командой подготовиться к большой, не знаю, к такой стратегической сессии и определить вот этот свой путь дальнейшего развития. То есть это проходит обучение вместе с командой такое, а потом все эти навыки приносят в свою же компанию? Конечно, конечно. Поскольку есть возможность у сотрудника организации работать с интеллектуальными волонтёрами, которые могут занимать достаточно высокие позиции в компании, и накопили уже большой опыт и экспертизу, то это, мне кажется, самый лучший способ перенять эти знания, эти навыки, и потом их пойти использовать. Да, вы сейчас не зря сказали, Мария, про людей, которые являются интеллектуальными волонтёрами, которые приходят к вам. Это люди, которые в большей степени заняли высокие позиции у себя в корпорациях, фирмах, компаниях. Как вы вовлекаете этих людей? Или они сами находят вас? Если честно, чаще всего они находят сами. Конечно, работает некое сарафанное радио. Один человек поучаствовал, дальше он приходит в свою компанию и рассказывает или своим друзьям. При этом у нас есть, скажем так, продукты и для бизнеса, которые решают HR задачи компании. Мы, приходя в компанию, мы предлагаем развитие внутри сотрудников с помощью интеллектуального волонтёрства. Интеллектуальное волонтёрство вполне может решать, правда, HR задачи, повышение компетенции, повышение разных таких навыков коммуникации, взаимодействия между отделами. Поэтому есть вот эта часть, когда мы привлекаем через компанию, но в большинстве своими люди приходят к нам сами. У вас на сайте выложено множество историй, в том числе про так называемое корпоративное волонтёрство. Это когда сотрудники успешных, больших корпораций, занимаются, например, спасением дельфинов или защитой воздуха от углекислого газа. Всё-таки зачем это нужно, расскажите, пожалуйста, зачем им и корпорациям, зачем это нужно работодателям, зачем это нужно рядовым сотрудникам и зачем это нужно всем нам? Ну, в первую очередь, это повышение лояльности сотрудников к своей компании. То есть это... А это объединяет, сплочает. На самом деле нынешнее поколение ребят, которые вот закончили ВУЗ, они достаточно уже, скажем так, для них важно, где они работают, не только с точки зрения зарплаты, которую они получают, и применение своих реальных знаний, но и социальную повестку компании. Это, мне кажется, самый замечательный тренд, который может быть, что людям становится не всё равно, где они работают. Им важно, чтобы их компания, помимо того, что занимала активно вот эту социальную позицию, но при этом и предпринимала некие действия в эту сторону. Это может касаться защиты, не знаю, окружающей среды или помощи социально незащищённым слоям населения. И вот форматы корпоративного волонтёрства, они помогают, собственно говоря, компании решать задачи по повышению лояльности своих сотрудников, их удержанию, и это, на самом деле, тоже важно. Но корпоративное волонтёрство и интеллектуальное, это немножко всё-таки разные вещи, и мы стараемся сейчас, скажем, прививать эту культуру и компаниям тоже, что это точно так же один из способов удержания сотрудников, и даже, я бы сказала, не только удержания, но их повышения, их навыков тоже. Потому что взаимодействие в одной команде, когда люди взаимодействуют в одной команде из разных подразделений даже, это может быть люди из маркетинга, могут быть люди из, не знаю, из продаж, из ИЧАР. Видите, конкретный пример, как это может быть выглядели? Да, потому что очень красивые термины, современные, да, не все их понимают, мы понимаем, что это очень серьёзно, очень важно. Давайте конкретику, правда. Как интеллектуальное... Так, какая компания, не знаю, вот, с кем сотрудничали? Давайте расскажу пример без названия компании. Сотрудники одной из крупных компаний объединились как раз из разных отделов. Это, включая региональных представителей, создали, у нас была команда с пяти человек, и они работали с благотворительным фондом. Мы разрабатывали для них стратегию коммуникации с их постоянными жертвователями, и эта задача была совершенно непростая, потому что люди внутри, которые участвовали, да, они связаны с коммуникациями, с маркетингом, они понимают, но никогда до этого не работали с некоммерческим сектором. И в итоге что получилось у них? Какие? В итоге получилось очень классно, да. С одной стороны, конечно, фонд получил эту стратегию, получили суперрезультаты, но при этом сотрудники компании, которые участвовали, были этими интеллектуальными волонтерами, они мало того, что не вовлеклись, они стали сами регулярными жертвователями в пользу этого фонда. Взяли, компания взяла фонд на попечение себе в постоянное... Здорово. В НКО, которых они поддерживают, сотрудники обнаружили, что на самом деле вообще не классно, их можно и дружить, и общаться, и объединяться в совершенно другой основе, на другой, знаете, как вот, на другой почве, что мы не только работаем вместе, но мы делаем что-то намного большее, чем просто наши ежедневные задачи на работе. Это очень здорово, это очень объединяет, это дает, на самом деле, новые смыслы тоже. Мария, сейчас у нас на экране наши зрители видят как раз проекты, реализуемые и реализованные при помощи вашей платформы. Расскажите, пожалуйста, чем вы гордитесь больше всего? Или, может быть, самое сложное? Ну, нельзя, конечно, выделить даже что-то одно, но потому что, правда, вот я читала отзывы тех людей, которые с вами вот таким образом познакомились, сотрудничали, те представители некоммерческой организации, в основном это, конечно, фонды помощи больным деткам, пожилым людям, еще что-то такое, ну, социально, да, значимое, важное. И люди пишут, что как здорово, а еще самое главное, что не раз обращаются, второй раз обращаются. То есть такая постоянная система сотрудничества, так вот, все-таки вас вот больше, ну, не знаю, не то, чем интереснее вам заниматься, а что можно выделить вот такое значимое? Да, на самом деле сложно выделить какую-то отдельную организацию, с которой мы работали, потому что их, во-первых, правда было достаточно много. Вам три года, больше тысячи, да, уже? Больше тысячи волонтеров, у нас больше 100 проектов и больше 80 НКУ-партнеров. И, наверное, то, чем, правда, я лично горжусь, что мы работаем с очень разными организациями. Это, правда, не только благотворительные фонды, это общественное движение, это региональные организации, которые еще больше нуждаются, наверное, в поддержке, им еще сложнее найти вот эти необходимые компетенции, новые знания, что мы работаем и с музеями, и с усадьбами, и с экологическими инициативами, и с благотворительными фондами, и совершенно в разных социальных темах. И, наверное, вот я от этого получаю самый большой кайф, потому что задачи каждый раз разные, каждый раз разный НКО или фонд, и они все очень уникальны, но при этом каждый делает очень важную свою задачу, у каждого есть своя миссия. Это, наверное, самое большое удовольствие, возможность поработать с разными сферами и разными организациями. Марина, ну вот вы о себе начали говорить, скажите, как лично вы оказались в этом проекте? Что у вас щелкнуло, что произошло, кто вас привел? Щелкнуло у меня очень давно, я вхожу, наверное, в тот 1% выпускников вуза, который пошел работать в некоммерческий сектор после окончания. Половина моих друзей меня не очень понимали, зачем мне это нужно, и у меня достаточно такой большой, долгий, длинный путь в НКО-секторе. При этом я работала в бизнесе менеджером по корпоративной социальной ответственности, как раз занималась корпоративным волонтерством и поддержкой фондов, поэтому у меня есть возможность посмотреть на работу НКО как внутри НКО, потому что был реальный опыт организации, которая искала средства, которая реализовывала программы. Со стороны бизнеса, который выбирает и поддерживает разные организации и занимается корпоративным волонтерством. И сейчас я работаю, знаете, мы что-то, я не могу сказать, что мы что-то между, но мы являемся той платформой, которая объединяет эти два мира, корпоративные и некоммерческие. И мне кажется, что мы правда являемся абсолютно точно уникальной платформой. Главное, что вам это нравится, вы получаете от этого удовольствие, а самое главное, что приносите пользу, на самом деле, очень большую. Мы продолжим наш разговор, приёмся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Это проект «Смотри Хабаров» в студии прежнего Иван Печников, Евгений Довлатов. Наши гостия Мария Кулич, это руководитель по работе с НКО, платформой социальных изменений «Тодагуд». Мы говорим об интеллектуальном волонтерстве. Уже пытались объяснить, что это такое, привлекаются, сами привлекаются, приходят люди, которые готовы безвозмездно помочь своими профессиональными навыками. Вот я опять-таки наткнулась на один отзыв человека, который является волонтёром, таким интеллектуальным. Вот его фраза хочу зачитать. Самое сложное – решиться на участие в проекте. По ходу проекта не бросить всё на половине пути, а после проекта самое сложное – остановиться. Я думаю, это можно прям девизом вынести всех людей, которые принимают участие в вашем проекте. Но всё равно у нас, у зрителей возникает вопрос, ну как вот, что значит безвозмездно? Это получается, кроме своей основной работы. Где-то проработал там 8, 10, 12 часов. Выделить время на то, чтобы прийти ещё сюда, в неурочный, выходные посвятить тому, чтобы собраться, да, что-то обсудить. Чаще всего выходные, на самом деле. И это всё вот на добровольных началах. Не верим. Ну да, вот такие мы. Конечно, волонтёры получатся абсолютно бесплатно. И, конечно, в первую очередь тяжело, правда, решиться, потому что люди и так много работают. И понимают, что у нас достаточно жёсткий отбор, несколько этапов собеседования, мы рассказываем про задачу. И не скрываем о том, что это достаточно большое вовлечение. Не меньше 8 часов в неделю они должны тратить на проект. Но считайте, это целый, на самом деле, рабочий день. И решиться непросто. Они волнуются, что не будет хватать времени на какие-то свои личные задачи. Поэтому проекты, на самом деле, и не могут длиться месяц, потому что люди всё-таки своё свободное время тратят на это. Они обычно 2-3 месяца проекта идут. Но вы правильно сказали, да, что остановиться потом невозможно. И у нас есть несколько самых замечательных примеров, когда люди вообще уходили из корпоративного мира и переходили работать в некоммерческую организацию, в ту, которую они уже поддерживали, или в совершенно новый, а вообще открыв для себя некоммерческий сектор, как сферу для применения своих знаний и навыков. И особенно это относится, наверное, к маркетингу и всё, что связано сейчас с продвижением в социальных сетях, диджитал. То есть человек может брать несколько проектов из некоммерческого сектора на сопровождение, обеспечивать себе достаточно достойную зарплату и при этом иметь намного больше смысла в своей работе ежедневной, кайфовать. Это же ещё и как вариант для того, чтобы не было профвыгорания, да? Да, конечно. Это на работе, на своей основной, постоянно одно и то же, вот эта монотонность, а тут что-то новое. Они поэтому и приходят, волонтёры приходят за смыслами, это очень важно, потому что каждый день делая одну работу, за дня в день одно и то же, в первое время ты очень радуешься успехом компании, своим достижениям. А если ты достаточно долго работаешь в компании, наступает вот это, что уже не так это драйвит. А может быть, на самом деле и деятельность компании может не так сильно вдохновлять, но она обеспечивает высокий уровень жизни, зарплаты. И волонтёры приходят за смыслами. Оставляют всё вот это, высокий уровень жизни, зарплаты. И приходят за смыслы. Какие смыслы? Я, кстати, читала историю такую, вот одного из волонтёров ваших, девушка писала о том, что она работала в большой юридической компании, они занимались такими серьёзными делами, и вот она пошла как раз таким интеллектуальным волонтёром, чтобы просто взять дело какой-нибудь бабушке, которую воровал внук. Ну, то есть вот так, вот здесь немножко погрузиться и что-то новое испытать. Ну, да. И людей, которые уходят, совсем не коммерческий сектор работать, их по-прежнему, к сожалению, не так много, как, может быть, нам бы хотелось. Но форма интеллектуального волонтёрства, она позволяет, во-первых, получить смысл в своей работе, применение своих знаний. На самом деле там есть ещё и очень много роста и развития внутри проекта, потому что люди знакомятся друг с другом, обмениваются опытом, компетенциями. Это такое общение, новые контакты просто. И поскольку внутри проектов у нас есть разные роли, человек может прийти просто сначала волонтёром, он может прийти лидером проекта, а это уже совершенно другая ответственность. Тебе нужно уметь взаимодействовать с командой, распределять задачи. Это другой уровень коммуникации, которым должен обладать человек. А есть следующая роль ещё ментора, когда ты становишься таким наставником для уже действующего лидера проекта, и здесь тебе нужны уже другие навыки и компетенции. Поэтому в интеллектуальном волонтёрстве есть тоже свой профессиональный рост, и люди приходят за новой самореализацией, за новыми смыслами и за ростом тоже профессиональным. Хотим примеров. Да? Да. Примеры. Да. Расскажите нам, пожалуйста. Даже вот не таких примеров, а примеров хотя бы вот этого результата взаимодействия благотворительного фонда с вашими волонтёрами. То есть мы же можем фонды называть, да, кому конкретно была оказана вот такая помощь? Есть замечательный проект, называется он «Дари еду». Это достаточно молодая организация, им там около трёх лет, может быть, даже чуть меньше. И когда они первый раз пришли в платформу «Туду Гуд», они были прямо на самом своём начале пути. А в чём их идея? Они занимаются сбором еды для нуждающихся. И сначала они собирали, устанавливая боксы просто в магазинах, и человек мог пойти купить гречку, купить ещё один пакет и положить его в этот бокс. А они распределяли среди бездомных, среди малоимущих семей, многодетных семей, в общем, всем тем, кому реально требуется вот такая поддержка. Но сейчас они сделали уже свой интернет, благотворительный интернет-магазин продуктовый. Ты можешь зайти и купить набор продуктов для нуждающей семьи. Это может быть, ну, как бы самый вот этот минимум такой, который для другого, который тебе, на самом деле, не бьёт так сильно по твоему карману. А для человека, которому нет вообще, ну, люди, которые живут на улице, голодают, да, просто нет возможности купить, они помогают вот таким способом. И когда организация пришла, мы делали с ними несколько проектов. Это классный результат. С одной стороны, мы видим их рост, реальный рост, момент, как они там только появились, до создания этого интернет-магазина, и мы участвовали вот на этих разных этапах их развития. И у нас был один из проектов по как раз взаимодействию с бизнесом и привлечению средств. И по итогу проектов через некоторое время они заключили большой контракт с очень крупной компанией, которая, ну, их поддерживают сейчас на регулярной основе. И там, правда, в основу этого взаимодействия легли вот те рекомендации команды, которая с ними работала. Относительно команды, возвращаясь к вопросу про людей, зачем же их-то какая там дальше может быть история, это был еще и классный проект в том смысле, что взаимодействие команды волонтеров и команды организации, оно было очень тесным. Они очень подружились за время проекта, они завтракали каждую субботу, обсуждая, во-первых, ну, как бы текущие свои задачи, результаты, перераспределяли задачи, там что-то как-то... Тимбилдинг такой. Такой тимбилдинг, да. Но по итогу проекта, лидер проекта, один из наших волонтеров, он стал и ментором вообще организации. У них есть даже на сайте, их представлено, они этим гордятся, и он их поддерживает на их всем дальнейшем сейчас пути. Он их консультирует, он при этом является стратегическим консультантом очень крупной международной консалтинговой компании. И для него это его вот, его смысл, его кайф. И когда мы с ним... он много у нас участвует в разных ролях, в основном уже как ментор. Я говорю, Дима, ну что же тебе так нравится, что мы говорим, да это правда остановиться невозможно. Говорит, я же уже с ними пробовала. Говорит, они, друзья мои стали. Да, для меня. Да, конечно. И поскольку я участвовал в разработке вот этой стратегии привлечения средств, я хочу их поддержать на этом пути, чтобы средства все-таки привлечь. Это прям классный опыт. Мне предлагаю немножко перейти на другую тему. Сейчас многие до сих пор думают, что добро должно быть бесплатным. И что, мол, если некоммерческая организация привлекает средства, оставлять часть средств себе, там по закону это возможно, да, или там... Это не очень хорошо. И социальное предпринимательство тоже как бы не очень хорошо. Как вы относитесь к таким мыслям, к такому мнению? Я считаю, что на самом деле организации должны уметь зарабатывать себе на жизнь. И это тот миф, который существует в обществе, с которым сейчас организации очень активно борются, что люди, которые занимаются благотворительностью, они сами не обязаны быть благотворителями. На самом деле они должны есть, пить, платить за квартиру. У них есть семьи, конечно. И для них это не волонтерство. И вообще элементарно, бумага офисная, это же все, требует. Тем более, если люди это делают профессионально, то каждый профессиональный труд, я убеждена, что он должен оплачиваться. Только если это не интеллектуальное волонтерство. И вот развенчивать этот миф достаточно тяжело. И культура благотворительности повышается, но недостаточно быстро для того, чтобы организации могли легко находить средства на свои административные расходы. Поэтому форматы, меня радует, что сейчас больше организаций приходят с запросом на разработку бизнес-моделей социального предпринимательства. Как они могут зарабатывать денег, оказывать те же самые услуги, но при этом за какие-то хотя бы небольшие деньги, для того, чтобы покрывать свои расходы. На самом деле, Тудугу тоже является примером такого социального предпринимательства. У нас есть наша инфраструктура, сотрудники, которые отбирают НКО, которые рекрутируют волонтеров. Вот, да, этот вопрос просто висел в воздухе всю нашу беседу. Хотелось узнать, ваша-то компания, за счет чего живет? У нас есть наша организационная ставка, которую может покрывать сама организация. При этом мы тоже являемся победителями грантов. И у нас есть достаточно большое количество бесплатных проектов, которые мы делаем для организаций. Из разных регионов страны у нас нет в этом плане никаких ограничений. Есть формат взаимодействия с компаниями, когда компания, например, может оплачивать нашу минимальную организационную ставку и покрывает расходы для работы, чтобы мы работали с этой организацией, например, если они в куле, их партнеров постоянно. Поэтому форматов здесь может быть много. И если честно, я очень приветствую это, потому что сектор должен развиваться, и он не сможет развиваться, только если люди будут, не люди, а некоммерческие организации будут рассчитывать только на грантовую поддержку, потому что это неустойчивая позиция. Сегодня грант есть, через год он закончился, организация не понимает, что дальше с этим делать, а где найти средства на свою деятельность. Поэтому либо становиться поставщиками социальных услуг, и тогда возможно получать дотацию, не знаю, как это даже правильно сейчас назвать, поддержку от государства, либо становиться социальными предпринимателями, при этом это возможно совмещать. Организация может иметь достаточно большое количество людей, которым они оказывают услуги абсолютно бесплатно, если, например, детский центр, который работает с детьми с разными нарушениями. Но в этот же центр могут обращаться и люди, и семьи с детьми, с обычными. Это может, во-первых, быть инклюзия, и родители, которые в состоянии платить расходы организации, услугу организации, они могут за это платить. Я даже помню, у вас был как раз проект с одним из фондов, и там тоже таким девизом шло, у особенных детей должно быть обычное детство. Это точно. Это вот оттуда. И таких организаций становится все больше, и на самом деле это очень радостно, что они смотрят в это направление, понимают, что гранты – это не единственное, что возможно, что нужно твердо стоять на ногах. Ну, как вы считаете, вы сумели донести все эти мысли нашим представителям наших некоммерческих организаций в рамках гражданской формы? Мне кажется, что это непростой путь и непростой диалог. И организация, особенно когда она начинает только с нуля, в большинстве своем они ориентируются на грантовую поддержку. Но это связано и с тем, что у них, у самих руководителей организации, они практически никогда не являются управленцами, обученными управленцами. Это люди, которые связаны с своей личной историей, с той социальной задачей, которую они решают. Они могли до этого заниматься чем угодно в жизни, только не управлять целой организацией. Поэтому пройти вот этот путь даже до социального предпринимательства, они должны начать, знаете, как сначала, что ли, создать организацию, создать проект, найти, искать финансирование, научиться находить финансирование. Вначале это, конечно, может быть и грантовая поддержка, но в дальнейшем вот эта вот устойчивость, она приобретается, ну и с опытом тоже. Знаете, не все могут сразу полететь в космос, нужно пройти вот этот путь от начала самого. Мария, вы замечательно сказали в начале сейчас своего ответа, что это был непростой диалог. Уже хорошо, что это был диалог, а не монолог, да, из ваших уст. Поэтому будем надеяться, что наши некоммерческие организации, они будут расти, развиваться. А самое главное, что мы все, обыватели, будем понимать, почему все это делается. Да, я напомню нашим зрителям, что у нас в гостях сегодня была руководитель по работе СНКО, платформа социальных изменений, Туду Гуд, Мария Акулич. Мария, большое спасибо за интересную беседу. Ну а мы, Евгений Доблатов и Иван Печников, говорим вам до свидания, хороших выходных. Это был проект «Смотри Хабаровск». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова